С Новым Годом, братья и сёстры! Хорошо, когда удобно это писать 2020, и так сейчас будет, наверное, целый год в удобном написании. Но у меня такое пожелание, я хотел прочитать его из послания апостола Павла к евреям из 10 главы. Такой бодрый призыв, как Олег говорил, что делать, ожидая пришествия Христа. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путём новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водой чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Сохранять уверенность в обетованиях, которые Бог дал, и ставить себя перед Богом так, чтобы наша вера в Него была основана и питалась обетованиями, а не тем, что увидели глаза, не тем, что увидели уши. В это время, в которое мы входим, глаза наши будут видеть ужасное, уши наши будут слышать всё больше о катастрофах, о жертвах, об исчезновениях, о всё умножающейся жестокости человеков, чувствования наши будут пытаться нас привести к каким-то изменам, но Слово Божье, оно неизменно во веки веков, слава Богу! И я бы хотел и желал, чтобы каждый из нас свои отношения с Богом строил на неизменном Слове Божьем. Пусть Господь нас всех в этом благословит! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!